Благословляю свящаясь куличей, и благотворяю святаго Духа ко мне, Води священными Отца, Сына и святаго Духа, аминь. В этом году хлебокомбинат шагнул дальше, чем просто выпечка куличей. Их осветили прямо в цехе, так что на стол горожанам они попадут уже благословенными. Хватит всем. На протяжении пасхальной недели хлебокомбинат выпекает свыше 5000 штук в день. Каждый с любовью. Независимо от того, что наши люди работают без выходных, как вы видите, все улыбаются, и предпосыл свыше, наверное, есть. Поэтому и куличи производятся с любовью, с радостью. И надеемся, что покупатели тоже это оценят. Не уступает масштабам кулинарным и размах подготовки к встрече светлого праздника в храмах. Доставлен баннер, его установят на территории комплекса. Живые цветы украсит один из главных символов Москресения Христова – плащаницу. Певчие шлифуют звучание, доводя его до совершенства. Только вера, вера славна, наша вера православна. Кипит работа и в трапезной храма. На пасхальном столе должны быть особые блюда, которые готовят только раз в году. Кулич, творожная пасха и, конечно же, крашеные яйца. Сейчас пищевые краски позволяют выкрасить их во все цвета радуги. Но Наталье больше по душе рецепт, проверенный годами. В луковой шелухе – это естественный цвет, и цвет детства. Мы всю жизнь варили в луковой шелухе, а это уже остальное. Потом вот они, какие красивые. Потемнее больше луковой шелухи, потемнее будут. Со временем они будут темнее. Ну и луковые вкуснее. И вкуснее они, вкуснее, так натурально. Яиц на Пасху будет очень много. И даже вот такое огромное. В храме Воскресения Христова его изготовили специально для маленьких прихожан. Сразу после утренней службы, во время народных гуляний, они смогут расписать его своими руками. Но до Пасхи в субботу православные вспомнят не только о погребении Иисуса Христа, но и о его победе над темными силами, благовещенье. В этот день верующие завершат все приготовления к Пасхе. А Воскресение станет Днем Света, Жизни и Обновления. Днем, когда воскрес Иисус, искупив все человеческие грехи. Один из зрениях святителей, Иоанн Златоуст, говорит, постившиеся и непостившиеся, воздержанницы и ленивые, все приходите на этот праздник, на этот пир веры. Потому что Господь всех нас призывает, чтобы мы вкусили радости праздника Господня. С древних времен пасхальное богослужение происходит ночью. И эта традиция нерушима. Праздничные службы во всех храмах Нижнекамска начнутся в 11 вечера. Крестный ход в 12 ночи. Наталья Лушникова, Рафаэр Ракипов, Новости НТР.